всем здравствуйте здравствуйте кто присоединяется очень рада всех видеть девчонки сразу напишите пожалуйста не мешает ли вентилятор на заднем фоне не слишком громко хорошо ли меня слышно всех очень рада видеть сразу хочу напомнить о формате у нас с вами онлайн экскурсии мне их очень хочется называть такие онлайн экскурсии за чашечкой чая или кофе поэтому наливайте свой любимый напиток нет не мешает не мешает все отлично наливайте свой любимый напиток берите вкусняшки чтобы это время софия здравствуйте чтобы это время провести максимум ресурсно чтобы вдохновиться чтобы получить новые знания и просто знаете отдохнуть и вот такую какой-то вот как глоток свежего воздуха который всем нам очень необходим я вас жду со своим напитком у меня швепс поэтому леночка уже вижу вижу со вкусняшками сидит классно в общем все налили в себе вкусняшек налили я вам напомню тему сегодняшнего эфира сегодня мы с вами отправимся на онлайн экскурсию по большой морской улице я вам расскажу почему эта улица называется бриллиантовые улицы петербурга и самое интересное как такое я не знаю хайлайт бриллиант этой улице это конечно же фирма фаберже и магазин фаберже который находился на этой улице узнаете не такая иногда бывает небольшая путаница потому что те кто живет в петербурге те кто может быть приезжал из вас петербург вы знаете что у нас есть музей фаберже так вот музей фаберже располагается на фонтанке ничего общего самого здания с фаберже не имеет потому что вот именно все происходило за вся история разворачивалась как раз таки на большой морской улице у меня как всегда для вас есть исторические фотографии я подготовилась поэтому я вам хочу показать как улица большая морская выглядела в 19 веке гнил здравствуйте обожаю исторические фотографии посмотрите какая красота кто узнал сразу же рядом с чем вот там на заднем фоне вот такая вот арка виднеется я думаю что все вы сразу узнали что это арка чего напишите мне пожалуйста в комментариях так наверное медленно до меня комментарии доходят я просто думаю что конечно же вы узнали вот там вот на заднем фоне арка главного штаба и это как раз таки ген штаб точно представляете как это все но выглядело в начале двадцатого века в конце девятнадцатого еще с лошадьми повозками да вот можно прямо вот этот шум и большое количество большое количество вывесок конечно это же путь на дворцов на дворцовую площадь конечно проникнуться вот этой атмосферой такого петербурга который прямо шумит услышать стук копыт услышать вот этого движения это я думаю что безумно ценно так вот большая морская улица название у нее интересное да почему улица морская вот как вы думаете почему вот эта улица которая располагается в центре петербурга недалеко от дворцовой площади зимнего дворца называется морской всем здравствуйте кто присоединяется почему морская улица какие у вас есть идеи пока вы пишете свои идеи я вам сделаю такое небольшое вступление расскажу что это на самом деле одна из самых близко к воде было наверное так софия отлично давайте развивать эту идею немножко докрутим вот то что написала софия софи софи пишет близко к воде было наверное она точно совершенно близко к воде недалеко от невы а что у нас у моря наверное а теперь давайте докручивать а что у нас находится в начале невского проспекта неподалеку от зимнего дворца и вот я уже такая подсказка не картинку не сохранила потому что часто все в голове моей рождается здание такое со шпилем а сверху на шпили кораблик вот что это за здание точно адмиралтейство что делали на адмиралтействе для чего было построено это адмиралтейство корабли точно вот видите как мы докрутили значит большая морская улица находилась неподалеку от того места где строили корабли где спускали их на воду и соответственно на этой улице как раз таки и жили служители жили работники которые работали на адмиралтействе было ведь приглашено огромное количество иностранных специалистов и вот как раз таки вокруг большой морской улицы они начали селиться ну и этот район он всегда был очень густонаселенным потому что представляете вот только город начинает развиваться вот самый центр работы кипит такая движение движуха идет как раз таки у адмиралтейство там рядышком селятся люди но вскоре когда город разрастается вот город становится все больше и больше и уже соответственно рядышком появляется там зимний дворец да там середине 18 века его закончили строительство ну как рядом с зимним дворцом да могут жить просто какие-то работяги и вот по мере разрастания города на это улица становится одной из самых фешенебельных улиц петербурга я уже для вас подготовила пост думаю что он выйдет сегодня мы с вами будем гулять по большой морской улице и смотреть самые классные самые такие приметные здания этой улицы я уверена что когда вот эта вся история закончится когда снимут карантин мы прогуляемся по большой морской улице и посмотрим на нее совершенно другими глазами и кстати вот я всегда рассказываю о том что у меня есть определенное такое знаете чутье людей чутье мест вот как-то ты не знаю энергетически что ли это чувствуешь да и в петербурге есть ограниченное число мест где я чувствую себя прямо комфортно безопасно надежно и вот прямо мне хорошо и как правило это вот места неподалеку от зимнего дворца и вот большая морская улица это одно одно из таких мест где вот где вот прямо хорошо кстати напишите мне в комментариях вот когда вы гуляете по петербургу возможно вы из других городов в своем городе чувствуете ли вы энергетику мест и знаете потом так оказывается что те места которые как-то подсознательно не люблю о которых даже в блоге никогда не рассказываю потому что мне не нравится ну как-то рассказывать о том что мне самой не очень нравится как-то не искренне получается это все я думаю что очень считывается оказывается что история этих мест такая знаете о гу-го там как обводный канал до рабочий округ петербурга где происходило большое количество самоубийств да или вот те места которые мне бессознательно не нравится я читаю там какие-то расстрелы происходили ну в общем эта история имеет место быть а вот большая морская улица чудесное место в центре петербурга одна из самых фешенебельных улиц нашего города из-за близости к зимнему дворцу на большой морской улице начинают селиться большое количество банкиров большое количество купцов и просто состоятельных людей на эту улице открывается большое количество банков страховых обществ общество по ширению художников а как вам ливиный мостик но по ощущениям не вообще вот канал грибоедова если честно но вот не очень нравится не сильно мне там комфортно если честно вот как то так так а на чем остановилась тоже все вот эти места которые банки я вам сегодняшнем посте написала но естественно там где появляются банкиры страховые общества все это означает денежки а где деньги там и ювелиры которые продают золото бриллианты ювелирные украшения и представьте если мы бы с вами сейчас воображение перенеслись а воображение вообще можем путешествовать куда угодно воображение перенеслись бы с вами на большую морскую улицу конца девятнадцатого начала двадцатого века то по ней бы разгуливали мужчины одеты смокинге с тросточками с часами в таких вот шляпках и женщины обязательно в большом количестве ювелирных украшений в колье за бриллиантами неспешно под руку под руку со своими мужьями вот так вот выглядела большая морская улица в начале двадцатого века вот и поэтому она получила такое неофициальное название в народе эту улицу называли бриллиантами и конечно же эту улицу не мог обойти самый знаменитый петербургский ювелир и я думаю не только петербургский а вообще самый знаменитый ювелир в истории россии это карл гюстав фаберже вот о нем мы сегодня с вами и поговорим а я вам обещала рассказать как вот от от рядового ювелира карл гюстав фаберже стал поставщиком его величество императорского двора эта история одна из моих самых самых любимых потрясающе гениальная и я уверена что она вас вдохновит на создание на творчество и вообще фаберже использовал гениальные стратегии маркетинга о которых сегодня тоже будем говорить значит очень многие спрашивают фаберже русский не русский потому что фамилия у него конечно не иванов и не петров да на самом деле у семья фаберже имеет французские корни но еще в 17 веке то есть 1600 какие-то года его семья эмигрировала из франции там были религиозные гонения сначала они приехали в прибалтику потом его отец приехал в петербург и фирма была основана в 1842 году его отцом когда его отец основал эту фирму то есть эта фирма была одна из если бы мы вот на сегодняшние реалии принесли то его отец он занимался знаете починкой ювелирных украшений там вам замочек да леночка привет замочек вам там поменять длину браслета укоротить увеличить вот всем этим занимался отец карла гюстава фаберже сам фаберже возглавил фирму в возрасте по моему то ли ему 24 то ли 25 лет было то есть представьте молодой человек себя вспомните в этом возрасте возможно кому-то из вас вот сейчас 24 25 кстати мне пишите плюсик поставьте если кто-то вот из моих слушателей сейчас есть в этом возрастном диапазоне как фаберже из того момента когда фаберже возглавил фирму своего отца он сказал сразу же что он не хочет быть каким-то вот средним ювелиром одним из он хочет быть вот сразу же знаете топовым ювелиром он хочет работать только самыми лучшими софия вот софия рассказываю лайфхаки может быть вы тоже юный фаберже и вам предстоит что-то классное великое потрясающее сотворить за ваш успех девочки с темы да с кофе чаем за успех кто на тот момент в конце двадцатого девятнадцатого века самый топовый клиент ну как то самый топовый клиент давайте напишите мне пожалуйста в комментариях на ваш взгляд кто самый чинь-чинь кто самый топовый клиент в российской империи в конце девятнадцатого века я вам пока на эту картинку если она есть кто самый топовый клиент кто самый топовый клиент император точно ольга ольга прямо прям в точку с первого раза и даже без знака вопросов конечно император самый топовый николай конечно но еще на тот момент не николая это было время правления александра третьего но императорская семья вот а теперь представьте да опять же если мы это перенесем на такие современные реалии если ты средней руки ювелир до отец ну такая вот фирма ремонта ювелирных украшений а вы хотите сразу же работать с президентом исполнять президентские заказы вот что делать как попасть к президенту в наше время как тогда фаберже было попасть к императору мы сразу же да мы задумались как как это было сделать вот тут фаберже был просто гениален потому что я бы назвала это таким трюком назовем так фаберже стал бесплатно работать в эрмитаже чем фаберже занимался в эрмитаже в тот момент конец девятнадцатого века велись раскопки где на юге россии стали находить древнее скифское золото когда опять же да все закончится пойдете в эрмитаж возьмите экскурсию которая по золотой кладовой в эрмитаже есть две такие секретные кладовые но не секретный но для них нужно покупать отдельные белье это золотая бриллиантовая кладовая вот как раз таки в этой золотой кладовой хранятся как сказать золото которое было найдено древнее скифское золото не только которая была найдена в результате раскоп так вот фаберже устраивается бесплатно работать в эрмитаж как оценщик потому что ювелирное дело он сам знал безупречно он очень много учился и помимо того что он оценивает изделие он еще работает как копиист да то есть он делает копии и вот на одной из выставок император александр третий видит копию браслета который сделал фаберже у меня эта фотография сохранена но почему-то вот именно в прямом эфире она не выдается я ее обязательно вам выставлю в stories после прямого эфира что это был за браслет он делает копию скифского браслета найденного золотого и когда император александр третий видит вот этот скифский браслет и видит копии сделанную фаберже он не может вообще разницу заметить да настолько изумительно была выполнена эта копия и поэтому первоначально он обращается к фаберже как копиисту и просит создать для своей любимой жены императрицы марии федоровны пасхальное яйцо я вам сейчас покажу причем это пасхальное яйцо да почему как копиисту потому что это была копия яйца которая хранилась в датской королевской семье а мы вспоминаем что мария федоровна она была датской принцессой датской принцессой догмары так показываю яйцо первое яйцо которое создал фаберже копия да опять же как копиист что это было за яйцо это было золотое яйцо покрытое белой непрозрачной эмалью внутри этого яйца был золотой желток внутри золотого желтка золотая курочка с рубиновыми глазами а внутри этой курочки была копия датской королевской короны а внутри еще была подвеска форме яйца представляете к сожалению вот корона и вот эта подвеска форме яйца они утеряны вот это все что сохранилось до наших дней первое яйцо сделанное фаберже сейчас находится собственно говоря в музее фаберже в петербурге и когда вы туда пойдете вы увидите на витрине а завтра те кто будет не завтра а это будет 1 мая у нас будет с вами экскурсия в музей фаберже вот я вам еще поподробнее расскажу значит там первая витрина вот это вот яйцо и рядышком как раз таки находится браслет и иногда люди приходят в музей фаберже они понимают а при чем тут браслет почему рядом с яйцами лежит браслет а браслет лежит потому да вы теперь знаете что именно с того самого браслета и началась карьера фаберже и представляете императрица да это вот как матрешка как наша русская матрешка открываешь одно в одном одно в одном одно в одном и она была просто в совершеннейшем восторге и вот с того самого года вот с этого самого яйца и начался взлет фаберже потому что императорская семья стала заказывать фаберже каждый год по пасхальному яйцу причем они не ставили ему никаких условий да какое-то должно было быть яйцо условия было только одно яйцо пасхальный шедевр должен был удивить императрицу и теперь давайте поскольку я обещала давно все время идет сегодня не могу быть прямом эфире долго покажу то есть фаберже начинает получать заказы раз он получает заказы у императорской семьи аристократия да заинтересовывается богатые люди заинтересуются шедеврами фаберже он получает деньги и этих денег достаточно чтобы построить вот такой вот дом в центре петербурга на большой морской улице 24 этот весь дом давайте вот эту фотографию здесь лучше видно он принадлежал фаберже когда будете прогуливаться мимо этого дома обратите внимание до сих пор у входа вот эта вывеска да написано фаберже на русском и на французском языке давайте вам расскажу про устройство этого дома потому что это тоже гениально это безумно интересно у фаберже знаете вот все было в одном такое производство которое находилось вот все в этом доме во первых посмотрите пожалуйста первый этаж большие окна а мы знаем для чего вот сейчас у нас делаются напротив мы познакомились точно наташенька привет большие окна а большие окна нам для чего чтобы что-то демонстрировать это было витрина то есть сам вход в магазин причем помните вам говорила что фаберже он был гениальнейшим маркетологом вот просто гениальнейшим потому что смотрите магазины фаберже существовали петербург москва одесса киев и лондон и в каждом из городов у фаберже была собственная стратегия сбыта собственная маркетинговая стратегия то есть где и как он будет продавать все было по-разному а в петербурге никогда ничего на витринах не выставлялось то есть нет такого чтобы вышли мимо витрины увидели вот эти вот украшение зашли внутрь даже сейчас там работает ювелирный магазин ювелир торг и ничего на витринах не представлена то есть вы увидите решетки и занавески все почему сейчас секундочку почему потому что фаберже знал что в петербурге живут аристократы которым вот это вот богатство она знаете принадлежит по праву рождения да и но я не скажу что это не выпячивалось конечно люди на любили красиво одеваться женщины во все времена любили носить ювелирные украшения но это было скорее такая история которая вот знаете такой очень такое скромное скромное богатство скромная роскошь я бы наверное назвала это так и вот это что-то как для своих то есть люди аристократы заходили в этот магазин да те кто мог позволить и уже перед ними фаберже там разворачивал все камни до которые у него есть это что он мог этому человеку предложить выполнить на заказ но в отличие я мочу хочу показать магазин в москве вот так вот выглядел магазин карла густафа бюджет в москве москве была совершенно другая стратегия москва прошу прощения знаю москвичи сегодня есть на эфире на тот момент провинция и опять же не хочу никого обидеть но вот есть такая история да что в провинциях вот люди в то время они хотели как-то вот больше показать знаете вот все на себя надеть все все золото все брилля все бриллианты макияж платье вот-вот чтобы как бы соответствовать и поэтому в москве вся витрина просто вот была увешана драгоцен драгоценностями бриллиантами и когда там жены прогуливали со своими мужьями внутри на не могли оторвать глаз да и вот так вот потихонечку потихонечку своих мужей приводили в магазин фаберже вот такая вот интересная стратегия сбыта идем дальше хочу вам показать что было значит смотрите первый этаж это магазин так где все продавалось второй и третий этаж вот так вы посчитали у нас вот точно я только что хотела рассказать этот анекдот у нас все булочки свежие девочки если кто не знает анекдот про булочки свежие плюсик поставьте если рассказать поставьте плюсик расскажу вам анекдот смешной про свежие булочки наташ знает анекдот очень его люблю если да нужно рассказать плюсик я расскажу анекдот про свежие булочки значит а пока второй и третий этаж здесь плюсик все давайте по быстрому повеселю вас расскажу анекдот и пойдем уже дальше про второй третий этаж значит анекдот женщина купила себе новое кольцо и вот такое но было красивое это кольцо что она ходила пошла решила пойти в булочную ну конечно же нужно показать вот это свое новое кольцо и поэтому она подходит к продавщице и говорит девушка вас а вот это вот булочка свежие играть свежие а вот вот та булочка свежая свежая а вот вот та булочка свежая я отвечаю девушка у нас все булочки свежие вот такой вот анекдот так но что мы очень люблю этот анекдот смешная такая шутка про все булочки свежие значит продолжаем историю про фаберже второй и третий этаж это мастерская где все все поняли отлично мастерская где трудились как раз таки мастера фирма фаберже есть такое знаете заблуждение когда говорим про фаберже у людей сразу в голове что фаберже равно яйца вот ну скольких туристов не спрашиваю ну так фаберже равно яйца это правда так у меня тоже было так до того как я пошла учиться на самом деле фаберже сам не произвел ни одного яйца фаберже был гениальный гениальным маркетологом гениальным hr специалистом если можно так назвать и у него был талант талант видит талантов да вот находить вот именно такие кадры прямо бриллианты и все яйца были выполнены его мастерами он же приходил как раз таки в эту мастерскую вот и сегодня в stories публиковала да как говорят с серебряным молоточком и проверял если ему что-то не нравилось из ювелирных изделий он разбивал и заставлял рабочих переделать сейчас вам покажу фотографию если есть вот то место где жили рабочие конечно видите формат экрана он же не позволяет мне вот так вот ставить в общем давайте представим на максимум фотографии которая получается мы смотрим этот на этот дом если вы посмотрите чуть-чуть справа то там будет такая арка ну вот типичная петербургская арка если это большая морская 24 адрес дома сегодня уже пост написала публикую ближе к вечеру там будут все адреса и вот этот вот дом он тоже я его упомянула значит смотрим на этот дом немножко справа там будет такая арка если войти в эту арку то там как раз таки находится большая морская 24 ага спасибо наташенька там как раз таки находится такой пяти типичный петербургский двор колодец и там как раз таки жили еще работники фирмы фаберже то есть представляете как круто вот все просто находилось в одном такое производство тут же он продавал тут же мастерские и тут же жили его рабочие там во внутреннем дворе находился гараж и кстати сказать что за все время вот работы фирмы никто из рабочих не уходил чтобы например открыть свое дело то есть все фаберже были безумно преданы и он очень хорошо относился к своим работникам да очень о них заботился так что хочу вам еще рассказать на последнем этаже как раз таки вот и жил сам фаберже и в 1918 году когда фаберже придется эмигрировать как раз таки он уедет прямо из этого дома взяв с собой небольшой саквояж уже о том как фирма придет свой упадок с началом первой мировой войны об эмиграции фаберже о том что было после мы с вами поговорим на экскурсии которая будет которая будет 1 мая у нас будет экскурсия в музей фаберже мы посмотрим все пасхальные шедевры и я вам еще больше расскажу про его биографию экскурсия будет стоить 299 рублей расскажу вам еще несколько интересных фактов про его гениальность мы говорили да что он открыл магазин в лондоне на экскурсии буду показывать яйцо пасхального после которого ему удалось открыть магазин в лондоне по-моему от начала 20 века помните это 1904 год императрица мария федоровна да то есть получается мать николая 2 она писала своей сестре она говорит дорогая скоро праздники а у меня волосы встают дыбом совершенно не знаю что тебе дарить глупый глупый фаберже зачем он открыл у вас магазин то есть вот так вот члены императорского дома покупали у фаберже подарки друг для друга и еще такой интересный факт что фаберже да вот все конечно же большой бизнес это всегда про почет денег да то есть ты не можешь этими деньгами распыляться и представляете что из магазина фаберже из мастерских фаберже продавали даже воду в которой ювелиры мыли руки потому что там оставалась как раз таки вот та самая золотая пыль вот ну и плюс фаберже он постоянно расширял круг своих заказчиков то есть он понимал но императорская семья хорошо здорово замечательно хотя с императорской семьи честно вам скажу он денег много не зарабатывал он очень часто даже уходил в минус потому что вот позже уже когда яйца начнут изготавливать для жены николая второго александра федоровна она была достаточно скупой императрицей не хотела платить большие деньги и когда например приходила в фаберже и говорила мне пожалуйста вот такое вот яйцо там золото бриллианты там драгоценные эмали и вот такая вот сумма фаберже конечно же он понимал что на такую сумму сделать яйцо просто нереально но делал это за свой счет потому что вот для имиджа как говорится ему нужны были такие заказчики то есть он понимает да что нужно расширять рынок сбыта условно говоря и он начинает отправлять свои прискуранты в провинцию то есть он какие-то люди промышленники которые тоже начали изготавливать себе ювелирные украшения от фирмы фаберже всего за 45 лет существования фирмы фаберже было изготовлено около 250 тысяч ювелирных украшений которые сейчас разбросаны по всему миру кстати говоря самое дорогое яйцо было куплено принцем катара не так давно сниму про него видео обязательно расскажу потом яйца находится у короля таиланда потому что вот еще в начале 20 в конце 19 начале 20 фаберже как раз таки выполнял заказы короля с яма но значит эти яйца они хранятся у короля во дворце и туда никого не допускают даже ученых то есть вот эти яйца собственно никто и не видел так мы сегодня сейчас будем заканчивать уже нашу историю про фаберже я вас благодарю что вы были на этом эфире расскажу вам немножко что вас ждет в следующие это время следующих наших эфиров а мы с вами завтра пойдем гулять по центру петербурга прогуляемся еще побольше я вам расскажу о фаберже будем на этой улице поговорим с вами про дворцовую площадь поговорим про невский проспект про александровскую колонну и еще я вам расскажу как жили люди в петербурге в середине 19 века и почему появились вот те самые дворы колодцы чтобы записаться на экскурсию напишите мне пожалуйста в директ экскурсия стоит 199 рублей а в пятницу первого мая мы с вами отправимся на экскурсию в музей фаберже музей фаберже я просто обожаю поэтому это будет потрясающе мы посмотрим все пасхальные шедевры фаберже и я вам расскажу про каждое яйцо этот эфир я как всегда сохраняю желаю вам классного вдохновенного и солнечного дня главное чтобы солнышко светило у нас внутри все до встречи всех обнимаю пока пока